сегодня у нас прямой эфир посвящен стемпингу и новым базам файбербазам которые у нас вышли совсем совсем недавно давайте вы пока присоединяйтесь если есть вопросы сразу пишите еще раз напомню что такое файбербазы файбербазы это базы состав которых входит волокна файбера которые в свою очередь дают очень сильный армирующий эффект на ноготочках и вот такие укрепленные ноготочки вот этой базой ходят очень очень долго клиенты ходят до пяти недель вообще спокойно то есть это такой эффект геля и еще один очень важный момент именно связан с файбербазами это то что они очень хорошо пилятся если вы любите пилить не просто выкладывать но еще и пилить то вот прям моделируйте вот этими базами и будет вам счастье а еще знаете чем можно выкладывать свободный край наращивать то есть этими базами еще можно наращивать тут у нас два оттенка номер 08 номер 0908 это такой красивый нюдовый оттенок с очень мелким шиммером и очень таким редким шиммером который видно но если прям очень сильно прям присматриваться второй вариант у нас идет как белый наш даймонд помните только это pink diamond то же самое только в розовом цвете не беленький все переворачиваю камеру долго болтать не будем должен могу болтать долго поэтому начинаем работать работаем работаем девочки папочки вот вот вся наша красота которой мы сегодня будем работать штампы у нас уже есть продажи поэтому штампы мы я извиняюсь штамп уже есть продажи здравствуйте здравствуйте всем привет всем кто присоединяется всем приветики штампы есть уже в продаже такие большими кстати очень удобно работать потому что даже когда вы слайдер цепляете на ноготочек базой вы переворачиваете и очень хорошо видно из-за объема я раньше работала маленькими вот такими штампами именно работала с слайдерами но хочу сказать что большими штампами удобнее потому что вы видите вообще весь ноготочек так у вас обзор хороший здесь поменьше и прям надо приклядываться а тут прям очень хорошо все видно и переносите очень хорошо слайдер на ногтевую пластину итак давайте поехали будем сегодня соединять несколько вариантов со стемпингом то есть вы научитесь работать и с базами и со стемпингом тоже в принципе всегда очень много вопросов возникает именно по поводу переноса рисунка и по поводу очистки штампа ну короче вопросов по факту очень много поэтому будем сегодня их сразу закрывать а вы готовьте вопрос если у вас возникает чтобы не ушли наполнены удовлетворенные эфиром я уже подготовила ноготочки естественно не наносила базу для того чтобы можно было с вами это все сделать первый вариант хочу показать его называют я перчатки делать не буду потому что с руками у меня все в порядке спасибо эми маникюру в ростове я буду показывать так как раз вам будет хорошо видно потому что из надо надеть перчатки у меня напишите я надену просто так фокус падает прямо на типсик и вообще будет хорошо видно сейчас я еще раз протру камеру мне кажется что-то тушку летом не карте отлично отлично да и вам будет хорошо видно захотите скажите я прямо надену перчатку вообще не принципиально как вам будет удобнее и давайте начинать давайте возьмем сначала файбербазу мы сегодня сделаем технику от этого 3d стемпинга а его так называют потому что получается рисунок под базы но сейчас посмотрите мы берем базу и делаем выравнивание естественно так как у нас тут с типсиком типса есть отличная архитектура мы тут очень сильно мучиться не будем и выложим небольшую капельку знакомить вас база я не буду потому что это уже делала неоднократно даже у меня был эфир дня два назад я тоже вам показывал эти базы чтобы не повторяться и не терять время сделать побольше дизайн первый слой всегда когда мы делаем укрепление мы наносим тонко очень тонкую такую дорожечку нужно протянуть липкую влажную мокру по которой будет у нас хорошо сама выравниваться основная капелька моделирующая от кутикулы выкладываем самую большую каплю и стягиваем все это на нет видно да когда вот так вот провожу видно такие неровности это как раз таки вот эти волокна файбера которые дают вот это обалденнейшее укрепление которое просто носится вот шикарно смотрите шиммер вы сейчас не увидите сразу говорю потому что он настолько мелкий настолько воздушный что камера вообще просто не ловит и не передает переворачиваем ручку к лета обязательно центруем материал формируем красивый апекс это очень важно для того чтобы получить на выходе красивый ноготочек с красивой архитектурой что там еще тут поправим на сегодня ливеняка полдня льет надеюсь это не помешает никак эфиру интернет вас будет хорошо работать переворачиваем центрую центруем центруем красиво все было не под камера неудобно поэтому кручу не в те стороны в которые нужно по идее вообще мы это делаем в таком положении сильно заморачиваться не будем я сразу буду готовить несколько типс здесь мы возьмем и нанесем оттенок 0 9 с шиммером уже тут шире прям видно я сейчас немного чего приближу и вы увидите прям такой яркий красивый блестящий шиммер и тут конечно немного оттеночек отличается он более такой нюдовый если мы говорим про 0 8 более розовенький карамельный даже обсказала этот чуть чуть темнее и вот можете увидеть уже как сильно он блестит но блестит знаете очень благородно то есть нет вот какого-то дешевого такого блеска вот ведь он переливается шиммер такой просто шикарный и тоже небольшое моделирование можем сделать я могу не делать его если честно можно вообще на это время не терять но давайте хотя вот эти два ноготочек смоделируем чтобы увидели потому что типсы они так уже со своей архитектурой не идеальной конечно но она архитектура хотя бы какая-то присутствует вот смотрю так и сегодня возможно будем делать еще неоновые ноготочки и с пигментами что-то интересненькое сделаем потому что у нас сами получатся файбербазы очень нежные нюдовые и они камфлирующие то есть вообще камфлирующие базы это не относится к цветным базам вот хотя перекрывают вообще все идеально то есть не будет видно не в ростов не свободного края это очень очень большой плюс и так ноготочек мы смоделировали моделирование делаем не толстым наш сверху нас будущее перекрываться все файбером берем любой рисуночек который вам понравился до которого в принципе здесь выбрали давайте возьмем что-то с венделями связано возможно ли цветочек еще не знаю но что-то хочется интересненько и да давайте вот прям возьмем вот эти цветы берем здесь мы возьмем наверное черную черный лак для стемпинга так если ничего не застелила сейчас испуганию себе фотофон стелить и нечего ну ладно будем тогда аккуратно работать обязательно протирайте штамп кроме того что вы должны протереть ее жидкостью для снятия лака обязательно просмотрите полностью ли вот смотрите у меня здесь видно да наверное видно что вот эти углубления они не совсем чистые поэтому нужно обязательно еще раз пройтись хорошо очистить до конца очень часто бывает такое когда мы не замечаем они же тоненькие рисунок сам по себе очень тоненький вот и можно что-то пропустить поэтому просматривайте обязательно чтобы у вас все было идеально чисто то есть прям делайте на этом акцент можно так поддержать прям жидкость для снятия лака растворить все если вы сделали рисунок бросили ушли бывает такое я так делаю часто вот и сухой салфеточкой еще раз протерли чтобы у вас появился вот такой блеск зеркальный и так сейчас я вот так камеру сделаю чтобы вам видно было цветочки наш берем черный цвет можно сделать не черным можно сделать серый или типа градиента как это сделать уберете черный и белый и наносите например сначала черный вот таким образом а потом убрали лишнее взяли штамп и перекатывающими движениями перенесли рисунок на сейчас я установлю так чтобы видела что я вообще не вижу штамп еще раз повтори сразу когда протираете видите у вас вот прям чисто получается салфетку ватка может оставлять ворс поэтому салфеточкой аккуратно точнее с ваткой и работаем чуть-чуть быстрее и наш ноготочек сейчас я все поставлю рядышком потому что слишком медленно работать нельзя и удобно сделаю тоже все таки стемпинг и переносим рисунок на ногтевую пластину где-то здесь если не хватило нас рисунка мы вот так добавляем лишь бы на что-то было он сохнет нас на воздухе и нам нужно будет повторить рисунок только в другом немножко варианте убираем опять все лишнее пока нас пластина сохнет мы берем опять номер 08 и полностью тоненько перекрываем этот ноготочек нас внутри должна остаться небольшая структура этих листик этих цветочков которые мы делали так как когда мы тонко наносим все равно у нас оттенок получается немного полупрозрачный все это очень хорошо видно и получается у нас многослойный такой дизайн слушаем и возьмем вот этот ноготочек и сюда мы можем сделать что мы можем сделать какой-нибудь нежный дизайн смотрите нам можно также добавлять другие оттенки не обязательно только работать файбер база что вы можете добавлять яркие оттенки как еще яркие оттенки можно добавить сюда нужно обязательно взять и убрать липкость с базы давайте сделаем что-нибудь ярко розовенько убираем липкость очень хорошо утра так как у нас сюда может прилипнуть смотрите как еще можно это проверить можно но я уже чувствую эти тут все липнет очень-очень сильно поэтому можно забавить сразу вот именно файбер базу не наносить ток не терять на это время как мы сейчас это сделаем мы берем баф очень мелкий сначала мы более крупной стороной мы сейчас давайте сначала обычным бафиком пройдусь мелкой стороны чтобы наш пигмент сюда не приставал нам пигмент нужен только на рисунке все так как он очень хорошо бафится это прям вообще идеально потом берете вот его имя есть пилочка 400 на 400 на 4000 сначала берете сторону 400 потом еще стороной 4000 можно так хорошо пройтись потому что тут все очень мелко и не остается практически порезов вот этих от пилочки от бафика да вот эти вот трещинок маленьких и туда нас ничего забиваться не будет утираем убираем пыль и все нас тут кладка и вы ничего приставать не будет можно нанести т класс например тоже как вариант и забавить как хотите как вам быстрее скажем так сразу и перейдем уже блестящим много . так здесь мы берем опять-таки этот же рисунок и на этот раз я возьму черный лак и уберу немного лишнее лишнему убираем скотчем можно сильно не спешить там у нас есть липкость поэтому мы можем спокойно убирать все лишнее вот корректируйте сами рисунок что вы хотели бы видеть на рисунке на ноготочке прицеливаемся и переводим рисунок опять-таки смотрите если вам что-то не нравится что-то есть лишнее можно взять апельсиновую палочку и остальное также убрать апельсиновой палочкой по липкости это делать очень очень удобно смотрите ну где-то какую-то какая-то часть рисунка вам не нравится на 1 взяли и убрали более четкий сделать рисунок все перевели и не хотелось бы еще перевести одну часть этого рисуночка жидкостью для снятия белого опять вытираем штамп мне нужна вот верхняя наверно часть смотрит какую часть мы возьмем себя еще чуть-чуть видела господи сейчас я не вижу буду что там делаю поэтому штампик очищаем тоже обязательно скотч на скотчем показывать буду мне тут под боком поэтому так как так берем черный и лак ведь мне нужна определенная часть поэтому я наношу цвет на определенную часть переносим вот это лишнее можно не убирать так как мы аккуратно сейчас так сцентруемся переведем дизайн частично так сушить это все не нужно наносим топ-т-класс и будем клеить скорее всего шарный кончик какой-нибудь интересненький посерединке такой да 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 всем привет тут мы забавили все берем штамп берем штамп маленький очищаем берем старую-старую кисть и наносим на штамп чуть-чуть немного наносим неоновый пигмент пигмент вот таким образом чуть-чуть этого достаточно потому что скорее всего все надо выбрать дизайн и примерно посмотреть как это у нас будет смотреться на дизайне да что мы будем делать чтобы хватило как говорится вообще давайте побольше потому что наверное возьмет эту надпись интересно без башню чуть больше сделаем просто вы конечно ничего не увидите поэтому будете примерно прицеливаться но это тоже нормально берем синий лак помним да синий у нас с розовым дает фиолетовый оттенок поэтому у нас немного даже оттенок изменится но это неплохо и переносим на штамп лишнее убираем опять скотчем и переносим все на ноготочек где-то с края потому что мы еще наверно сюда что-то добавим у нас получается очень яркий фиолетовый оттенок видно да то же самое вы можете сделать видно что он фиолетовый фиолетовый у меня очень такой неоново-фиолетовый оттенок надеюсь у вас тоже это видно сейчас я протру лишнее сюда можем добавить армиконы сюда можем добавить все что угодно мне хочется добавить сюда смотрите можно также использовать оставшуюся часть штамп можно очистить не до конца а какую-то определенную часть вот эту например да где у нас надписи вот именно сейчас покажу скотчек отрежу кусочек маленький возьмите ролик для одежды очень-очень удобно просто то есть вот эту часть где есть у нас цвет другой оттенок мы его убираем лапа и вот этот цвет еще можно использовать еще раз то есть если вы начнете сейчас белый цвет у вас получится красивый розовый вот смотрим на штамп возможно у вас что-то есть на штампе чтобы еще пригодилось вам в этом дизайне просматриваем и я бы взяла вот этот дизайн и тоже сделала бы немного его фиолетового синий не до конца его тоже нужно делать то есть какую-то часть этого дизайна мы переносим скотч убираем лишний опять скотчем и переносим на краешек у нас он вообще получился градиентом таким все это можно перекрыть матовым топом можно перекрыть глянцевым топом как вам комфортнее сушить здесь ничего не нужно в лампе наносим просто топ и дальше думаем что можно сюда еще добавить давайте добавим топ текласс и вы тут сейчас увидите вот всю яркость и так же вы можете это делать градиентом то есть какую-то часть нанести на какую-то часть пигмент а какую-то часть оставить без пигмента сушим или так же можно взять например пигмент вот этот и нанести синий тоже будет очень красиво смотреться сам рисунок будет блестящий и будет переливаться как хамелеончик в лампе это все блестит поэтому будет очень и очень красиво сюда мы добавим шармиконы шармиконы слова у меня все слова закончились практически поэтому сейчас ладно поставим сейчас найду слова так все тут у нас готово сюда можно еще что-то добавить можно вообще уже ничего не добавлять там уже смотрите сами как вам комфортнее сейчас я достану и приложим некоторые шармиконы подумаем есть смысл что-то все добавлять или нет я всегда так работаю потому что это очень-очень удобно смотрите как вариант можем добавить ананас вот такой яркий красивый ананасик чтобы немного разбавить именно вот это вот все и сделать вот таким образом англографический очень красивый можно оставить как есть то есть смотрите как вам комфорт и можно нанести или матовый топ или глянцевый давайте наверное нанесем глянцевый топ ультрашай и в лампу хотя знаете я всегда еще стрелочку добавила но уже все поздно блеск как раз сохраним ультрашайн у этого господи файбербазы так когда я говорила про градиент что я имела ввиду давайте возьмем еще раз только я уже тонко буду наносить базу номер 8 потому что выравнивать там тут не нужно наклейте вы выравниваете можно взять белую файбербазу переверну ноготочек немного сцентрую сушим такой дизайн у нас первый готов так давайте возьмем пока там сохнет и сюда нанесем давайте возьмем еще белую базу белую где-то у меня так куда-то я вот тоже приставала по моему уже сто лет не работала блестящую да хочется можно не блестящую нужно так сейчас тип возьмем файбербазу белую 0 4 на нем тоже будет красиво видеть дизайн тоже укреплять не будем просто средний такой слой нанесем выравнивающий переворачиваю немного центруем здесь давайте в этот раз нанесем например слайдер ой топ the class тоже высушим прям хорошо будем сушить хотя бы минуту сушим желательно еще больше сушить тогда все будет хорошо очень наноситься белую мы достаем а с белым можно сделать что-то свадебное красиво например вот пришел к вам клиент с белыми ноготочками можно сделать свадебный какой-нибудь интересный дизайн с белыми ноготочками с белыми ноготочками с белым оттенком то есть мы возьмем сейчас вот эту пластину название пластин девчонки говорить не буду потому что честно не помню вот возьмем эту пластину сейчас мы очистим то что я бросила не очистить это вот плохо лучше очищать сразу все тогда проблем вообще не будет можно сделать такую нежнятинку сейчас вот этот вариант я возьму берем белый скрапер тоже обязательно надо чистить руки руки уже конечно всех разных оттенков маникюр сильно не ушатать пока он новый так берем белый лак подготавливаем обязательно все все должно быть под рукой очищаем штамп если у нас все под рукой у нас все получится если не под рукой конечно может пойти не очень хорошо все потому что мы работаем лаками не эмпастой эмпастой конечно легче в этом вопросе наносим много лака белого убрали излишки переносим рисунок на штамп переносим рисунок можно перенести с какой-то одной стороны давайте сделаем по-другому на весь ноготочек единственным тоже типсики небольшие можно наносить кстати сейчас покажу как сейчас утро еще раз хорошенечко оторвись скотч везде он липнет везде просто один из пальцев потом очень тяжело поэтому лучше взять конечно ролик для одежды намного удобнее так поправляем и огощу попущу просушен может показать вам лучшим посты еще вот этот вариант можно импасты это сделать тоже получается очень-очень красиво можно лаком импасты или лаком напишите как лучше показать потому что в принципе лаком я уже показывала можно это сделать еще и импастой берем импасту сначала смешайте обязательно в баночке нормально так и берете немало и с импастой можете вообще не спешить уже спокойно очень спокойно работать не спеша сначала хорошо вбить импасту потом уже убрать излишки и здесь уже мы не перекатываем а поставили убрали все у нас рисуночек перенесся полностью на ноготочек что мы тут делаем мы тут излишки убираем уже средством без антисептиком который обеззараживает ручки клиент то есть все лишнее мы убираем и сразу сейчас я шоу берусь не вляпаться . нашу с помощью тут поставим вот и обязательно сразу вытирайте потому что там паста она же жидкая она не просыхает и получается я очень-очень часто вляпываюсь прям вот в посту руками металлок те все короче в импасте поэтому обязательно нужно с импастой аккуратнее если отложили в сторону важно понимать что можно вляпаться в нее поэтому прям убирать ее хорошо убирайте со стола чтобы вас нигде его не было рядышком и тут и покажу вам дальше можно на липкость переносить можем переносить на дает белый лак белая база она липкая можем оставить эту липкость и перенести на липкость так все это упираем лишнее на штампе и переносим на ноготочек так как у нас импаста она очень пигментирована ведь она остается еще на штампе и вы еще раз если на своем ноготочке покажу можете ее перенести на другой ноготочек такой получается очень нежный вуалевый рисунок то есть повторно можно еще пару раз его переносить для наглядности вот так мы сейчас делаем видно да просто получается с каждым разом нежнее оттеночек вот если нужно нежное то можно принципе так и переносить и тут нам нужно просушить обязательно сушим 30 секунд а наш ноготочек уже готов также бафим как этот ноготочек обязательно хорошенечко бафим сначала крупным бафом ну крупным таким средним где-то 243 а потом уже берем более тоненький более мелкий точнее есть еще мельче ну или ну не наоборот не такой сильно мелкий тут тоже нормально так забафили определенную часть очень хорошо убираем обезжириватель и пыль и лишнюю липкость мы можем так обезжириватель прочистить и вот то что я говорила про градиент давайте возьмем сюда тоже например синий оттенок или можем взять давайте возьмем желтый да давайте возьмем желтый и возьмем какой-нибудь большой рисунок где у нас много этого рисунка чтобы вам нагляднее было это у нас будет например давайте вот эту штучку возьмем этот рисунок возьмем протираем и наносим сначала на штамп мы нанесем пигмент также розовый пока я возьму он не открытый поэтому работаю пока с розовым пигментом розовый пигмент наносим на штамп но не до конца лишь говорила да не до конца значит часть мы убираем антис антисептик задохнулась практически вот таким образом то есть у нас часть будет в часть будет у нас одного цвета часть этого рисунка у нас будет другого цвета значит перекатываем его таким образом да и так наносим желтый лак для стемпинга убираем его и отпечатываем его на штамп и переносим на ноготочек ну что там не видно чего-то не видно поэтому на глаз как попадет как говорится так и попадет вот таким образом я сделала жесткий переход вы можете сделать более нежный переход я в принципе просто показываю как это смотрится да то сейчас получается два оттенка один из них мега яркий просто вот неоновый адреналин давайте сейчас это еще раз делаем но с более нежным переходом кстати вот так вы можете вообще разделить на три оттенка тоже будет красиво здесь у вас есть да я думаю у вас есть этот два варианта покажу здесь мы сначала все скотчем уберем все что остается уже и наносим просто уже более воздушным до движениями где-то побольше например да где-то прям переходим на нет скажем так если не получится сильно смотрите что мы можем еще сделать так здесь я все убрала до лишнее берем опять-таки давайте возьмем тот же дизайн звуки да такие интересные когда работаешь со степпингом в эфире но не без этого до близко доводим и опять то же самое берем желтый можно еще синий добавить вообще по-другому все будет переносим и получается более нежный переход сейчас попробуем конечно это это предполагаю мы сейчас перенесем и посмотрим да вот так получается реальный градиент вот такой градиент вы можете сделать он очень яркий на камера передает хотя бы какую-то часть этой красоты но это очень красиво сушить мы здесь будем все на воздухе мы не на две пару секунд буквально оставим чтобы лак высох и он не пошел вместе с топом а тут на свадебный дизайн ноготочка сюда что мы еще можем добавить мы сейчас берем топ теклос наносим ведь он еще нежнее становится рисуночек нежнятинка нежнятинка блестящим суши так вопросов пока нет да берем стразики красивые мелкие бегу повторять обязательно повторяйте это очень-очень интересная техника если есть вопросы пишите и у нас есть что у нас есть шикарный топ 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 у нас шикарно есть макси который мы сажаем типсики ой типсики господи шуми сегодня с речью на котором мы сажаем конечно же не типсики а стразики ой спасибо за сердечки ребятки стать иногда сердечки раз там молчите у меня молчуны чтобы я хотя бы понимала что мы тут делаем ничего не делаем так берем открываем какие-то галографические какие найдете у себя те и ставьте и в просто в парочку мест мы сейчас это за бабаха и достаточно и вот свадебный дизайн готов можно вообще знаете я не люблю когда вот по всему так раскиданы стразы можно так просто поставить их в одном месте скучковать допустим это у нас правая рука нашей прекрасной невесты даже у нас получается видео нижний стразик чуть побольше чем вот эти такой красивый переход получился и мы можем сделать еще вот сюда одного размера к другому переход на стакан поправляем обратной стороной кисточки можно протянуть это каким-то другим образом то есть смотрите как вам хотелось бы это все расставить но мне захотелось почему-то вот таким образом сушим минуту и сушим минутку тут наверно сделаем матовые ноготочки сначала нанесем топ теклос или слайдер топ а потом уже нанесем топ вилет если вы нанесете топ вилет то он настолько такой ядерный что у нас просто так вот протянет полностью ваш пигмент и будет некрасиво конечно же вот еще можно сделать вот с таким пигментом давайте сделаем металлическая основа по которой так металлическая основа держится плотнее это вы что-то кому-то отвечаете да кто-то задал вопросы я проморгала подскажите новый штамп чем отличается от прозрачного а он да он на металлической основе и очень мне нравится новый штамп то что у него вот это окошко больше то есть если мы говорим про тот но мне его сейчас нет он так на заужение шоу штамп и очень хуже было видно чем на этом на этом прям вас больше меньше слепых зон то есть увидите полностью все что делать свадебный дизайн у нас тут готов поставила лампу и забыла что надо было а и можно сделать матовые ноготочки давайте хотя бы один ноготочек сделаем матом чтобы мы видели да что у нас получится если будет все матово красиво следующий ноготочек мы сделаем можно тоже на белый можно такой сейчас лишний уберу сам уже еще что-то приклеить из шермиконов тоже кстати не ограничивайте себя то есть если что-то из вас лезет обязательно пользуйтесь этим не на камеру потому что камера низко я постоянно бьюсь 7 если подниму масштабирует вообще не увидите ничего поэтому так и что мы делаем берем ноготочек также еще один вот этот давайте возьмем на меня потом смотрит наносим давайте еще раз 0 8 потом возьмем уже 0 9 еще раз поработаю 9 файбер паз выровняли сделали выравнивание обязательно сделали выравнивание просто не буду я на таком силе акцентироваться суши очень нежно очень красиво получается перфекционизм этот выравнивание пожалуйста наносим топ-тек вас также сюда же наш будем тоже пилить у нас по-другому вообще никак опиливать обязательно нужно слушаем одну минуту пока возьмем еще один ноготочек и сделаем давайте белый 2 пускай у белых ноготочком если вопросы есть пишите пожалуйста просит наш осталось буквально 10 минут эфира ответила тоже возьму с блесточками даймонд 04 слушаю тут давайте уже бафить так давайте не на камеру все быстренько так забавлю тут смотреть как говорится не на что так мне просто быстрее пока можете понаслаждаться вот этими дизайнами красивыми это все мы делаем со степпингом кто только-только присоединяется это все у нас штамп и пилить просто типчики не не очень приятно потому что не гулять по этой подложке и тяжеловато а сейчас забафили мелким бафом тоже я забафила мелким бафом прошлась убрать все вот эти сильно большие углубления чтобы туда нас пигмент не попадал и хорошенечко обезжириваю это тоже очень важный этап обезжирили ставим в стороночку пока он ждет свой час а мы очистим штамп я начала так а я посты можно делать и что надо вот этот рисунок сделан м постой вот этот вот рисунок сделанным посты сейчас на белом покажу еще раз им посты эфир будет сохранен обязательно итак берем этот же штамп берем вот этот например у нас может зеленый сделать что-то мы зеленым вообще ничего не делали да давайте возьмем зелененький так главное теперь кисточку эту хорошенечко чистить еще просто не было розово-зеленого цвета берем и проходим все таким образом не переживайте спачку чтобы он потом очень хорошо очищать отодвигаем берем что-то я хотела с надписями связано берем вот эти надписи дай боже получилось господи хоть бы получилось потому что всяко бывает мелкий рисунок по идее должен получиться хорошенечко чистим зелененький зеленым еще ни разу не пользуюсь скрапер под руку наносим зеленый убираем излишки переносим все перенеслось отлично лишний сейчас быстренько я уберу работаем быстро ты переносим на где-то на все таки он перенеслось но не страшно это все так можно убрать аккуратно ручками у нас получается вместо обычной зеленой или черной надписи получается вот такой красивый переливающийся оттенок все лишнее так если у вас есть новая чистая кисть у такого плана или знаете косметическая такая нежно-нежно воздушно вы прям можете это все вот убрать все излишки такой кисточка красота красота да по-любому не знали а может и знали молчали нанесем топ-текласс и беленький давайте им пасты что мы можем взять еще и сделать им пасты тоже давайте что-то нежненькое и яркое не просто нежное еще и яркое яркое и нежное опять давайте протрем спасибо спасибо за обратную связь что я хотела вообще спасибо 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 девочки сейчас просто к себе пододвину под нос потому что он так плохо видно мне берем им пасту опять белую давайте возьмем можно другой оттенок хотите другой оттенок давайте возьмем не белую ярко-розовую пусть это будут свадебные а что-то другое давайте этот розовый сделан чуть чуть нежнее мы сейчас его возьмем и на чем-нибудь на чем-нибудь сейчас разбавим с беленьким и получится очень красивый розовый нежненький розовый сделан не хочется сильно яркий почему-то этот дизайн я вижу вот в нежном таком тоже кстати градиент можно делать вообще вариантов миллион честное слово миллион я вода курс записывала по стемпингу я думала просто вот я делаю и делаю и делаю я понимаю что иди приходится больше и больше и больше даже сейчас можем немного градиентом пустить этот никогда не закончится этот курс правда можно записывать вечно потому что реально очень много вариантов классно которые можно с увеличением рисунка с уменьшением там вариантов просто миллион так а штамп у нас есть чистый то есть вы можете экспериментировать вообще просто фантазия вот видите вообще не спешу потому что это импаста то есть и можно вообще работать с ней спокойно вообще не спеша и она в любом случае перепечатается шикарно так как то не хочется много чего сюда переводить но выбирать особо не хочется мы сейчас вот сюда вниз на торец положим этот рисуночек таким образом смазала сама взяла и красавица смазала аккуратно аккуратно вот взяла смотрите ошибку сразу когда прикладывала и немножко так вот протянула и смазала получается рисуночек повторю так давайте возьмем ой давайте возьмем знаете раз такая тема у нас пошла давайте возьмем черную гусину лапу сделать гусину лапу вот тоже очень интересно раз то не получилось не будем его делать то есть ну этот рисунок можно будет повторить при желании мы сделаем на белом черную гусину лапу тоже будет очень красиво просто план аккуратно чтобы не смазать это все так давайте утро сейчас я что-то вообще ли у меня уже руки походу не работает так и ровно поднимаем просто единственное смотрите вы должны понимать что им пасты получается не так ярко как с лаками поэтому должны понять как вам удобнее работать лаками или импасты ярко было или вам в принципе все равно на яркости главное чтобы был оттенок то есть если у вас полупрозрачные такие нежные должны быть рисунки то можно в принципе работать м пасты тем более снятыр рисунки такие плохо даются вам майнкрафт все приятнее куда-то отваливаешься сердечко мы клеить не будем уже все достаточно можно вообще без вот этого можно просто сердечко внизу приклеить так наносим топ ультрашайн у нас будет глянцевый сушу буду отмываться очень-очень долго любом и сюда мы наносим топ вельвет сушу и в принципе все сейчас показываю что мы сегодня сделали и прям уложились ровно в один час чтобы вам было тоже интересно и удобно смотреть и так мы работали сегодня файбербазой 0809 на таких натуральных ноготочках на обычных нейтральных цветах а еще и 04 мы использовали файбербазу тоже на таких нейтральных цветах мы смогли сделать красивых 5 дизайн сюда можно добавить ремешочек вот сюда принципе можно добавить ремешочек и получится у нас пальтишко или какая-нибудь какой-нибудь платье с ремешком в стиле гусиные лапки такие дизайны получились и в принципе секретики вы тоже новенькие узнали так если есть вопросы пишите вопросы есть эфир обязательно сохранится и наверное тогда будем прощаться если вопросов нет давайте чем минуточку подожду потому что вот они очень поздно приходят саде свадебный дизайн на ежедневку тоже любителям вот таких дизайнов у нас тут получаете вы круто спасибо за фир спасибо большое спасибо большую сию тут нас не он чиками свадебный дизайн тут тоже переход у нас из синего мы получили так сколько стоит лаки для стемпинга и паста м-паста я смотрите м-пасту беру классическую коллекцию вот советую прям классическая коллекция она коробочка убита потому что я ей очень много не выпользуюсь тут очень много оттенков тут получается 246 8 10 оттенков 10 оттенков которые между собой смешиваются и дает очень красивые оттенки вот смотрите сейчас быстренько покажу еще один дизайн тут у нас как раз пластина в этом месте чистая даже очень красиво смотрится вот этот эффект мне очень нравится вот берете спасибо за фир спасибо вам большое что были на эфире вот берете вот м-пасту каштан наносите я уже даже при вас открою потому что еще старые если еще старыми пользуюсь наносите на вот этот дизайн на этот рисуночек и сейчас посмотрите как красиво это прям смотрится так такое дерево рисунок дерева и вот осенью это будет просто бомба я вам потом в осенью буду показывать такие варианты дизайна это очень красиво сейчас я один ноготочек освобожу на беленьком опиливать не буду сейчас просто быстренько покажу господи так испачкалась это просто не передать я не знаю я правда сейчас буду перчатки надевать хотел чтобы вам все видно было так штамп есть у нас чистый сейчас очистим не проблема очистим и покажу как это красиво смотрится особенно осенью я прям осенью буду вам много вариантов показывать именно с этим дизайном получается нежный 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 очень нежный и вот на давайте на весь я нанесу а потом покажу вам когда-нибудь дизайны когда на полностью на весь ноготочек такая красота получается сейчас вам приближу и покажу смотрите получается рельеф такой очень красивый дерево рисунок дерево вот но я его так вижу я не знаю что это за рисунок но я вижу здесь дерево и очень красиво можно сюда листья установить и так далее то есть в осень работать будет очень удобно именно вот с коллекцией не липнет штампы для стемпинга а он прям сильно липнуть он и не должен у него есть липкость но она такая ну не сильно то есть она сильно липнуть и не обязательно должна многие вообще бафят поэтому тут надо смотреть как вы пользуетесь и что вы делаете какие материалы используете какие лаки и пасты и так далее много от этого зависит еще все все ручки пока пока вы пишете вот девочки уже написали марина написала цветок 10 цветов 2 400 поштучно 2 миллилитра 300 рублей от лаки для стемпинга 300 рублей поэтому вам в принципе для работы пригодится это это вам честно скажу вот лаки например да вот такая поставлю им паста да даже им пасты очень хорошо все отпечатывается и очень хорошо все работает есть очень много секретиков которым я даже рассказывала на семинаре на живом по стемпингу очень интересный момент работы с с им пасты вот если их знать то вообще у вас проблем не будет в работе и так я надеюсь на все вопросы ваши ответила эфир обязательно сохранится я сейчас фотка обязательно типсики для обложки спасибо вам большое кто был на эфире в следующую среду у нас к сожалению эфира не будет но будет через среду вот всех люблю обожаю пока пока